Приветствую вас, и замечательно, что вы написали о том, что парень, который вам понравился, Козирог, то есть вы его прям так и назвали Козирог, и простите меня за небольшой каламбур, но мне показалось, что его так зовут. То есть я понимаю, что это его знак зодиака, понимаю, что вы верите в знак зодиака, наверное, у вас есть представление о том, насколько вы совместимы с ним из-за его знака зодиака, но, тем не менее, исходя из того, что вы написали, можно заключить следующее. Если мужчина очень волнуется в присутствии девушки, то это говорит не только о том, что она, эта девочка, ему интересна, нравится и так далее, но и также еще о том, что мужчина в себе не уверен. Волнуется тот, у кого есть сверхмотивация для достижения какой-то цели. Если у человека есть сверхмотивация для достижения какой-то цели, значит, ему это очень-очень важно. Если кому-то очень-очень важно что-то, то у него есть личная заинтересованность. Личная заинтересованность может быть только при неуверенности в себе, если речь идет о личных отношениях. Не говорю о том, что мужчина обязательно эгоист или кто-то в этом роде. Нет, просто он в себе не уверен, скорее всего, и не верит в то, что ваши отношения могут реально получиться. То есть, да, он вас приглашал, да, он вроде как за вами ухаживал, но кроме вот этого, ничего другого больше он, как я понял, не делал. И это наводит на мысль о том, что мужчина просто-напросто не верит в то, что у него есть возможность, чтобы вас, ну, например, покорить, вас очаровать и так далее. В этой ситуации вам нужно сначала определить так. Хотите ли вы, чтобы мужчина рядом с вами был таким? То есть, уверенным в себе, не проявляющим инициативу и так далее. Если вам самой, как женщине, не претит, что вы первая проявляете инициативу, то тогда, безусловно, проявите ее. Вообще, в любом случае, один раз проявить инициативу можно хотя бы потому, что вы общались как бы в рамках курса, вы общались как бы в рамках общей деятельности. Деятельность так кончилась и мужчина может думать, что вас с ним больше ничего не связывает, значит, и нет смысла к вам как-то навязываться. Он боится, что вы его оттолкнете просто потому, что курса больше нет и, как я уже сказал, ничего общего между вами тоже нет. Именно поэтому вы можете первое проявить инициативу, это будет даже инициатива не как женщины к мужчине, а как инициатива человека к человеку, то есть, можно сказать, что-то дружеское. Вы проявите инициативу, покажете молодому человеку, что в принципе капелло с ним общаться, и вот здесь наступит ключевой переломный момент. Какой? Если вы считаете сами для себя, что мужчина должен проявлять инициативу, должен выступать инициатором в отношениях, должен делать первый шаг, то в случае, если после вот этого вот первого проявления инициативы с вашей стороны он не сделает ничего, отношения ваши закончатся. По крайней мере для вас и по крайней мере в естественной для вас форме. Если же вам не так важно, делает мужчина первые шаги или нет, и вы будете делать сами первые шаги, то есть, сами педалировать ваши отношения, то в таком случае можно говорить о том, что мужчина не будет проявлять инициативу, инициативу вообще. Он не будет этого делать совсем, и это уже вопрос в том, устраивает ли вас такое положение вещей или нет. И как вы видите из моего ответа, получается так, что вам нужно, можно первый раз проявить инициативу, показать мужчине, что вы готовы к ним общаться, что вы хотите с ним общаться, что вы не против это делать. И если мужчина после этого не будет проявлять инициативу, то уже вам решать, исходя из своих предпочтений, хотите ли вы такого мужчину рядом, не хотите ли вы такого мужчину рядом, как вы будете сами себя чувствовать, если постоянно будете проявлять инициативу, да? Вопрос этот, безусловно, очень важный для того, чтобы вам определить контекст ваших будущих отношений и того, чего вы от них хотите. Потому что, если, например, вы считаете, что мужчина должен проявлять первую инициативу, а вы ее будете проявлять сам, ну, налицо ломка себя, ломание себя, жертва и, как следствие, обустошение и разочарование. Ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, вы будете злиться на мужчину, его обвинять в том, что он ничего не делал, хотя, в действительности, он такой был изначально. Понимаете? Поэтому, прежде чем отвечать на вопрос, стоит ли вам проявлять инициативу, ну, как бы сказать, в долгосрочной перспективе, да, я бы сперва спросил вас, а как вы относитесь к возможным вариантам этой инициативы. Потому что мы не знаем вашего парня, мы не знаем вашего молодого человека, может быть, он слишком неуверенный в себе, а может быть и нет. И пока вы не сделаете первый шаг, который ни к чему вас не обязывает и ни о чем не говорит, вы этого не узнаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!